здравствуйте сегодня в гостях у меня в мастерской директор нашего академического театра оперы и балета александр викторович шароваров александр викторович понимаете вот мне как художнику всегда интересна встреча с такими ординарными интересными людьми потому что вы пришли в театр совершенно из другой области другой сферы деятельности то есть вы не учились театральным кутом колледже институте и вдруг вы окунулись в эту атмосферу театральной жизни вот расскажите как вот вы пришли к этой жизни в театральной с чего это началось и почему это вот так дальше все вам удается развивать продолжать ну во первых я могу сказать да действительно я может в театр пришел как бы сразу там из госслужбы я попал но в принципе у меня было экономическое образование и понимаете вот очень многие люди думают что вот директор театра это вот вот обязательно должен быть там не знаю певец художник там а я всем говорю в памяти директор театра это в первую очередь администратор особенно такого большого театра как театр опера и балета потому что ну это огромный театр у нас 500 человек работает в оперном театре то есть оркестр хор балет вот я всегда всем говорю а вот как вы считаете директор театра он должен быть из оперы или из балета то есть такой провокационный вопрос потому что на самом деле директор театра это больше вот знаете главный завхоз ну давайте реально называть потому что надо чтобы был свет вода тепло во время оплатилась зарплата там выполнялись нормы охраны труда театр это это огромное инженерное сооружение вот очень многие люди считают что вот ну вот театр это вот просто пришел там вешалка где-то да там ну вот зрительный зал наверное где-то есть гримерки в которых артиста переодеваться может быть где-то зрительный зал но это если так кто-то еще задумался дополнительно да то есть а люди не понимают сколько за этим стоит техники оборудования аппаратуры причем очень специфической своеобразная театральной и все это должно работать обслуживать как бы театр и вот многие люди до сих пор вот не знают в городе днепропетровский живущий что вот площадь перед театром оперы балета на самом деле не площадь это вообще крыша машинного зала там где стоит до система кондиционирования вентиляция отопление то есть и там под землей есть целый город который обслуживает театр оперы балета и фонтан это когда-то гардирня театра оперы балета то есть вот фонтан муза это не просто так архитектурное сооружение он еще связан с театром оперы и балета то есть там сейчас уже там сложно сейчас у нас система кондиционирования не очень работает как бы но в принципе это вся система есть она вся работает это все взаимно вот взаимодействие такие открывается да потому что действительно я очень часто провожу ну как бы папа по роду деятельности приходилось проводить экскурсии но не то чтобы сказать знаете как экскурсии когда приходят люди на экскурсии но вот там приходят разные там иногда по работе какие-то люди которым попадают в театре когда их проводишь по всему этому оборудованию всему этому то есть театр это завод конвейерного типа вот оперный театр это вот на самом деле так и этим всем как-то надо чуть-чуть управлять а творчеством в театре управляет художественный руководитель главный дирижер главный режиссер то есть директор в данном случае я не всегда то есть как бы вот грубое слово наверное лезу в творчество ну вот ну вот не туда вот не очень погружаю все таки занимаюсь административными функциями да но все-таки жизнь работа деятельность среди вот такого творческого коллектива но все-таки оказывает на вас влияние конечно вы хотите этого хоть нет но все равно значит на воспоминете с кем поведешься от того и наберешься когда ты просто начинаешь каждый день ходить выпаленный театр на спектакль это ты уже понимаешь во первых разницу как сегодня кто станцевал кто сегодня с фальшивил чувствуете уже разбираете да в общем-то но опять же но это может разбираться в этом обычно человек но вы же как зритель приходит видите вот мне этот сегодня нравится артиста этот не нравится знаете вот не могу я такие тонкости вот похвастаться чтобы я отличишь бы просто очень редко ходите в оперный театр начните ходите чаще и когда вы увидите 1 артиста 2 артиста то есть всё познается в сравнение Более того, а ведь оперный театр — это единственный театр, который построен на личностях. Вот в чем разница между оперным театром и драматическим? Вот когда вы приходите в драматический театр, вам показывают спектакль, вы никогда не знаете, чем он закончится. А когда вы приходите в оперный театр, вам на входе продают программку, там, где написано, кто умрет в конце. Почему? Потому что в оперный театр ходят послушать исполнителя или посмотреть там на приму балерину, на премьера балета, то есть послушать в исполнении именно этого. Вы поймите, балету «Лебединое озеро» 150 лет, уже с лишним. И в общем-то, ну, все его видели, но ведь люди ходят до сих пор посмотреть, просто потому что в исполнении каждого исполнителя он по-разному проходит. Более того, я могу сказать, что даже с одним и тем же исполнителем любой спектакль, вот он каждый день разный. И вот те, кто входит, а у нас есть зрители, которые вот, ну вот то, что называется, наверное, хорошее слово фанаты театра, которые ходят очень часто почти на все спектакли, есть такие зрители. И они, кстати, самые благодарные зрители, потому что они потом часто пишут, да, вот в интернете отзывы, и, пожалуй, их отзывы самые грамотные, самые вот объективные, знаете, лучше любого театрального критика. И это правда. То есть вы как директор прислушиваетесь все-таки и к глазу народа. Ну то есть театр, это в любом случае, это коллективная такая творческая деятельность. Да, это коллективное творчество, причем именно оперный театр, потому что это даже не просто коллективное, а это творчество разных коллективов. Потому что давайте вот чего греха таить, вот есть там хор, есть оркестр, есть балет, есть солисты, и каждый себя считает главным в театре. Ну потому что без него театр не может быть. И правда, без какого-либо отдельного подразделения театра не может быть, но, знаете, эти подразделения как бы, ну не так сказать, конфликтуют, но каждый вот считает, что они самые важные, самые нужные, но в то же время они на спектакле сходятся и понимают, что друг без друга нельзя, и поэтому идет вот это вот соединение, объединение театра, вот оркестра, балета, хора, и вот происходит шоу, зрелище, не знаю, как это вот. Ну действительно нельзя представить себе балет без музыки, да? Да. Хотя, я думаю, может быть, какой-нибудь художественный руководитель бы задумался поставить балет без музыки. Ну, современного модерна, пожалуйста, это сейчас сколько угодно. А в нашем оперном театре вот есть такие тенденции к современному такому прочтению? Ну, в нашем оперном театре есть ежегодный сейчас уже фестиваль, который называется Днепр Модерн, вот, где приезжают из, со всей Украины, в общем-то, коллективы, вот, последний был в мае месяце, он традиционно, кстати, проходит в мае месяце, и вот приезжали из Киева, из Запорожья, из Херсона, из Полтавы, то есть, ну, как бы, из таких городов, и мы расширяем по мере возможностей и силы эту географию, потому что я вот всем говорю о том, что как бы мы ни любили вот классический театр, никто не против классического театра, он должен существовать, но есть новые формы, их диктует время, и театр должен развиваться. Вот я всегда задаю вопрос, скажите, а какой театр вот самый классический, из всех которых вы когда-либо знали? Самый классический театр, опера и балет? Нет, 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 самый классический это древнегреческий театр, это вот когда в Масках, на Катурнах, разговор с Гегзаметром, Софокл, Эврипид, этот театр просуществовал там около двух тысяч лет. В Греции строились огромнейшие площадки на 15 тысяч зрителей, там на 20 тысяч, ну вот сохранившиеся там, да, на сегодняшний день это театры Воспендоси, ну известная их масса вот в Средиземноморье. Представляете, вот каково было директору того театра на 15 тысяч мест? Та же классическая опера, которая там 18-й век, 19-й век, да, она есть, и мы будем ее показывать, она есть в репертуаре, но в то же время и есть новые современные постановки, которые там на сегодняшний день рождаются. Но я знаю, в нашем театре опер-балета есть такие постановки, более того, мы один из самых модерновых театров Украины, вот честно, потому что оперный театр, это в принципе достаточно консервативный жанр искусства, и вот наш театр, самое большое количество авторских современных постановок по Украине из всех оперных театров, это у нас. То есть у нас балеты Олега Николаева, у нас Дмитрия Мельченко, у нас, то есть у нас, да. Тот же Корсар. Корсар, Мельченко, да. Такой эффектный балет. Соединение вот той старой рафинированной хореографии, да. Музыка современной. Классический и добавление, да, и группа Апокалиптик. Это производит впечатление. Ваша же задача вот обеспечить эту художественную среду. И вот скажите, вот в этот час, в это время, когда вот не хватает средств на буквально необходимые вещи, да, вот в этот период, сейчас, 15-й год, сложно с этим? Все точно так же, чего-то не хватает. Мы существуем, мы работаем. То есть, да, конечно, меня критикуют очень много за то, что, допустим, те же выставки в оперном театре, я сам... Вот эти хозяйственные, да. Да, я сам первым себе говорю, да, выставки в оперном театре — это позор оперного театра. Но, к сожалению, в сегодняшних современных условиях, опять же, есть производственный план, который доводится. Вы же понимаете, что мне как директору, вот, творческие люди, они думают о том, как создать спектакль. А у директора есть план по доходам, план по зрителю, план по количеству спектаклей. Я его должен обеспечивать. То есть, есть такой конкретный план? Конечно, конкретные цифры. Сколько должно быть зрителей в этом месте? Если не выполняешь, то растрагается контракт, то есть, я же как человек... А как же вот завлечь зрителя? Ты уж не заставишь прийти. Надо создавать интересные спектакли. Постановка в репертуар — это отдельная тема, о которой можно долго рассказывать, потому что все думают, что так директор захотел, там рукой махнул, вот этот спектакль пойдет. Ничего подобного. Процесс формирования репертуара театра — этим занимается замдиректора по зрителю. Ей только за это надо ставить памятник. Потому что представьте, вот она идет к главному дирижеру, главному режиссеру, говорит, главному балетмейстеру, и начинается дальше взаимодействие. Почему театр оперы и балета? Вы знаете? Потому что два дня подряд нельзя петь оперу и нельзя танцевать балет. Надо чередовать. Да, потому что артист физически, если он сегодня спел большую арию в опере, он должен на следующий день молчать и отдохнуть. И точно так же артист балета. Если он сегодня выложился, станцевал сольную партию спектаклей, завтра он не станцует, или если станцует, то могут быть травмы. Поэтому спектакли могут идти только через день. Поэтому объединили в театр оперы и балета. Это первое. Дальше идет следующее. Ага, вот этот артист сегодня может, а вот этот не может. А вот здесь постановочная часть не может разойтись. А вот здесь вот мне нужна репетиция. И вот процесс согласования, то есть там под этим репертуаром ставится около 10 подписей. Только когда все специалисты, потому что очень часто можно так, знаете, запланировать, все вроде готовы, а монтировщики не успеют этот спектакль собрать. Вот у нас Кармина Бурана, огромный спектакль, который собирается. На нем там около 12 тонн железа, только используется металлических конструкций на сцене. Для того, чтобы его собирать, нужно как минимум пригласить еще. Мы, как правило, приглашаем 10 солдат. Спасибо большое военным частям, которые нам помогают в этом деле. Они нам помогают, как грузчики, расставляют там под руководством нашего главного монтировщика сцены это все дело. И да, для этого надо не менее 8 часов монтажного времени. А что-то используется из того самого-самого-самого древнего периода, вот в наше время? Что-то осталось? Конечно, реклама. Думаю, что и в то время, и сейчас она... То есть выдумывали самые невероятные способы и... Что бы вы не придумывали в рекламе, это все равно через время приезда. То есть все равно реклама должна меняться, реклама должна... И мы ищем новые нетрадиционные формы. Допустим, я не скрываю, мы уже на протяжении 6 лет, оперный театр проводит конкурс детских сочинений. То есть когда мы предлагаем какие-то... Именно сочинения. Вы говорили еще и рисунка тоже. Да, это второй конкурс детского рисунка, когда мы всех воспитанников днепропетровских художественных школ мы приглашаем в театр, проводим на закулисы экскурсию. И после этого они рисуют свое видение театра. Дальше мы отбираем победителей, награждаем. И, в общем-то, вот выставка из лучших работ у нас висит там. Как правило, это происходит зимой. Вот те, кто был в театре, видели эту выставку. Она около месяца висела у нас в оперном театре. Выставка лучших детских работ посвященных театрам. Это ведь тоже реклама. Даже те же сочинения, понимаете? И вот начали детям задавать вопросы. А почему вы не ходите в оперный театр? Или вот, а что надо? И начинаем получать ответы, оказывается, что оперный театр — это такое элитное искусство, что я вот боюсь, что я до него не дорос, там нужно отдельное его понимание, там еще чего-то. То есть, и мы даже давали тему в один год. У нас была достаточно провокационная тема для сочинения, которая звучала так. Если театр — искусство для избранных, почему я не избран? Такой простой вопрос. А вот зарплата, жизненный, так сказать, тонус наших артистов, театра, оперы, балета, он соответствует их затратам? Или все-таки вот все равно мало? Давайте так, потому что, знаете, если рассчитывать свои затраты, то вы знаете, сколько мне платили, все равно будет мало. Вот, я... Ну, это интересно, вот в западных же театрах, они вроде как нормально считаются, что если ты работаешь в театре национальной оперы Венской, да, это очень престижное место, и там хорошие зарплаты. Да, хорошие зарплаты, но тем не менее, все равно вы поговорите с артистами Венской оперы. Кстати, вы знаете, если вы посмотрите, вот просто даже зайти на сайт Венской оперы и посмотреть там, кто танцует в текущем сезоне, вы окажетесь с большим удивлением узнаете, что 80% там вот в балете — это как раз русские и украинские фамилии. Да, на сегодняшний день. Это как раз те лучшие, которые поехали за чуть большими зарплатами. И все равно они как бы, ну, все равно будут недовольны, потому что хотелось бы больше. То есть давайте так определимся. Сколько бы зарплаты не платили, все равно в следующем месяце захочется больше. Это однозначно. Ну, растут цены. Если говорить о зарплате сегодняшнего творческого работника, она выше, чем средняя зарплата по области. Но, если брать, допустим, вот у нас шесть оперных театров на Украине, из них три имеют, ну, как бы все остальные имеют статус национального, но заработная плата вот со статусом национального платится только Львов, Одесса и Киев, то там зарплата в два раза выше, чем в городе Днепропетровске. И, опять же, если сравнивать с коллегами, вот там с театром Шевченко, с театром... Но наши артисты не хуже этих национальных театров. Это, значит, не хуже. Да, и в этом, к сожалению, рождается, опять же, огромный перекос, огромная проблема. Почему? Особенно это чувствуется в балете, да и в опере тоже. Как только вот артист балета подрастает и достигает какого-то уровня хорошего, он тут же начинает искать себе место там, где больше платят. И получается, мы все время работаем кузницей кадров. Опять же, нас критикуют, вот там у вас нет хороших. Я говорю, у нас есть много замечательных, у нас замечают те люди, которые работают, они никак не хуже артистов национальной оперы. Но просто в силу того, что в национальной опере... То есть вот у нас кардебалет очень часто мы приглашаем уже студентов театрально-художественного колледжа. Мы уже там, как бы это на производственную практику. Понятно, что он пришел студентом, понятно, что, наверное, он не в лучшей форме. Но через 2-3 года он уже ее набирает. И, к сожалению, вот на этот момент происходит следующее. Он уже начинает ехать туда и искать, где зарплата больше. То же самое с оперой. То есть заканчивает человек консерваторию и в первую очередь, то есть, как правило, выпускник консерватории начинает объезжать оперные театры на прослушивание. Слушаем мы всех. Вот я всем говорю, устроиться в оперный театр проще всего. Можно прийти с улицы или спеть, или станцевать, или сыграть музыкальную. Сейчас у зрителей услышали такую фразу, и они думают, так я завтра попробую. Пожалуйста, слушаем всех. Это правда. Прямо с улицы человек может прийти к вам на прослушивание. Да, и не первый раз и не такие случаи были. Правда, ну, вы же поймите, что в 90% случаев, в 99%, то есть, если человек пришел с улицы, он не сможет показать то мастерство, которое... Но если кто-то покажет, мы его возьмем, вне зависимости от диплома. Выпускается из консерватории выпускник. У него написано солист-вокалист. У всех написано. Вот из них приходит там к нам на прослушивание, да, вот, допустим, выпуск. И только из этого выпуска мы только 50% можем предложить работу в хоре. Даже не солистам. А солист — это человек, который по силе голоса и по правильности вокального исполнения может перекрыть оркестр, который сидит перед солистом. Там 50 музыкальных инструментов, которые играют достаточно громко, а сила голоса солиста без усиления, он должен петь так, чтобы его в 22-м ряду амфитеатра было слышно, и при этом перекрывая оркестр. Если посмотреть, что 6 оперных театров, у нас трупа солистов 35 человек, но реально у нас их меньше, то есть где-то 28-30 человек у нас работает в оперном театре солистов. И ровно столько же работает во всех остальных театрах. То есть солистов оперы на Украине — это человек 200-250. Теперь поделим их по голосам, потому что солист оперы — это бас, баритон, сопрано, колоратура, меца, то есть тенор, драм-тенор, лирический тенор. И мы получаем, что в одном голосовом диапазоне не больше человек 10 на всю Украину. Дефицит кадров получается. Чтобы была понятна востребованность и редкость этой специальности. Ну и в заключении вот нашей программы, вот так можно коротко, если это возможно, опять-таки в направлении вашей деятельности. Вот наш оперный театр ждут какие-то ноу-хау в области технических дальнейших приемов? Может появится какой-то новый свет? Может быть что-то изменится? Новый свет появляется, знаете как, новый свет в мире появляется все время. Мы по чуть-чуть покупаем то, что появляется, мы чуть-чуть модернизируемся. Но, к сожалению, вот чуть-чуть, потому что вот сколько есть денег, сколько сегодня заработали, столько мы можем потратить. Потому что государство на сегодняшний день финансирует в основном только заработную плату и коммунальные платежи, и то не в полном объеме. То есть часть этого приходится все равно покрывать за счет средств, заработанных театров, на выставках, арендах и билетах. Вот, я вот вам такое вручаю. Спасибо большое. Вот. Ну, как говорят, портрет — это взгляд именно художника, а не фотообъектива. Поэтому вот так я вас сегодня увидел. Спасибо большое. Это вам на память о нашей программе сегодня. Спасибо вам за встречу. Буду рад в дальнейшем написать ваш портрет. Субтитры подогнал «Симон»!